Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. И сегодня я хотел бы показать вам мое десятое видео из серии Дебютные катастрофы. Сегодня я покажу 6,5 интересных партий, которые были начаты одними и теми же дебютными ходами. Английское начало. Следующая партия была сыграна в 2002 году в Австрии. Белыми играл гроссмейстер Валерий Бейм из Израиля. ЛО 2555 против гроссмейстера Эккарта Шмиддиль из Германии. ЛО 2497. С4 Е5. В прошлом видео мы рассматривали продолжение С4 Е5. В этот раз С4 Е5. И также все последующие сегодняшние партии были начаты этими дебютными ходами. Это самое принципиальное возражение на первый ход белых. С4 Е5. Чёрные предлагают белым играть сицилианскую защиту с переменой цвета. Конь С3. Белые играют как бы сицилианскую защиту с лишним темпом и с переменой цвета. Конь С6. Ж3. Ж6. С2. С7. Это позиция из закрытого варианта сицилианской защиты с переменой цвета фигур. У белых лишний темп. Д3. Ф5. Конь Ф3. Конь Д4. Сыграно агрессивно, но белые получают лучшую позицию. Конь бьёт Д4. ЕД. Конь Б5. Два хороших хода белых. Д6. С5. Великолепный ход. Чёрные сыграли С7. Ещё хуже было ДС. С4. КФ7. Конь Б5. Конь Б5. Конь Б8. Ж5. Ж5. Конь Б8. Конь Б8. Чёрные рассчитывают поймать коня на А8. И получить 2 фигуры за ладью. ФБ3. Шх. КЖ6. ФЕ3. Атакуя 2 пешки. ФЕ7. 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 И белый конь спасается. У белых лишнее качество. ф�� без и пешки. 15 гм. И выигранная позиция. После Б5 возможно лучше было пойти Чёрным a6. У белых был сильный ответ, c6. Конечно, если взять коня, то после ЦБ вилка Белые выигрывают. d5, если пойти. cb, слон бьёт b7. Конь бьёт на d4. Белые выигрывают пешку. Если слон бьёт d4, ферзь a4, шах. Король f7, ферзь бьёт на d4. У белых выигранная позиция. После c6 чёрные могли ответить b6. Тогда следовала ферзь a4, связка пешки. Слон e6. Конь бьёт на d4. У белых лишняя пешка. В партии чёрные сыграли после c5, слон d7. Ферзь b3. Белые играют очень сильно. Слон c6. c бьёт на d6. Слон бьёт на g2. было сыграно в партии. Если cd, слон бьёт c6, шах. bc. Конь бьёт на d6, шах. Ферзь бьёт на d6. Ферзь b7. И после ладья d8 следует... Ферзь бьёт g7. Если ферзь f6, ферзь бьёт a7. У белых две лишних пешки. После слон бьёт g2. Конь бьёт на c7, шах. Король d7. Если король f8, то конь e6, коневая вилка. После король d7. Белые играют ферзь e6, шах. Сыграли в партии. Король c6. d7, шах. Чёрные сдались. Если король c7, слон f4, шах. С e5, слон бьёт e5, мат. А если король c5, то b4, шах. Король бьёт на b4. Ферзь c4, шах. Король a5. Ферзь b5, мат. В следующей партии, которая была сыграна в 2001 году в Малаге, Испания, гроссмейстер Михай Шуба из Румынии. ЛО 2532. Играл против гроссмейстера Гарсия Мартинеса из Кубы. ЛО 2371. c4, e5, g3. Этот ход часто делают вместо конь c3. Конь f6, слон g2, d5, cd, конь b5, конь c3, конь b6, конь f3, конь c6. Это позиция из варианта дракона сицилианской защиты. Но у белых лишний темп. Рокировка. С e7, a3. Рокировка. a5, чтобы помешать ходу b2, b4. Рокировка. b4, слон e6, ладья b1, f6, d3. Шансы сторон примерно равны. a5, подрывая пешки на ферзьевом фланге. b5, конь d4, b4, конь d2, хороший ход. Сильный слон g2, атакует пешку b7. Черные пошли конь d5. Они ожидали примерного варианта. конь d5, слон d5, слон d5, шаг, ферзь d5, a4, слон b4. И черные стоят даже немного лучше. Но белые вместо хода конь бьёт d5, сыграли слон d5. Слон бьёт d5. Ну и что? Какая разница? e3. И в этом положении черные сдались. Могло последовать конь e6, e4, и белые выигрывают слона. Другой вариант. Конь f5, конь бьёт d5, ферзь бьёт d5, e4, вилка, ферзь бьёт d3, ладья b3 можно сыграть, ферзь d7, ферзь g4 можно сыграть со связкой, g6, ef, ферзь бьёт f5, ферзь c4, шаг, король g7, ферзь бьёт на c7, и у белых лишняя фигура. После e3 ещё, может быть, самое лучшее было сыграть слон f7. g бьёт на d4, ферзь бьёт на d4, конь d на e4, f5, слон e3, ферзь d8, конь c5, b6, конь 5 на a4, слон бьёт на a3, f4. Белые стоят на выигрыш. Это был ещё самый лучший вариант для чёрных. А после хода e3 чёрные сдались. Следующая партия была сыграна в 1999 году в Польше. Гроссмейстер среди женщин Альмира Скрипченко из Молдавии, ЛО 2456. Играла белыми против Рафаль Пшедможский из Польши. ЛО 2405. Собственно говоря, эта партия была начата ходом e4, c6. Это защита каракан. Но после перестановки ходов она всё-таки пришла к позиции, характерной для английского начала. Белые сыграли c4, чёрные ответили e5. Возможно было ещё d5, но это была бы защита каракана. После e5 мы видим пешки на c4, e5. Белые ещё сыграли e4, а чёрные ответили c6. Кf3, Кf6, такая русская партия в английском начале. Кc3, Сb4. Возникла сложная позиция. Белые пошли e2. Так как висят все пешки. Висит пешка на e5. Возможно взятие на c3 и взятие на e4. d6. Чёрные защитили свою пешку. Фc2. Белые защищают пешку на e4. Слон g4. И здесь Альмира Скрипченко обнаружила слабость поля b7. После того, как слон ушёл с c8. И она делает второй ход своим ферзём. То, что сейчас нам показывает компьютер. Ферзь b3. Чёрные ответили Кa6. А3. Белые хотят добраться до поля b7. Чёрные сыграли слон bc3. Возможно было здесь даже Кc5. И если ферзь бьёт на b4. То после а5 чёрные выигрывают ферзя. Этот вариант показывает, что в такой позиции белые должны быть осторожны со своим ферзём. Партия последовала после а3. Слон бьёт c3. Ферзь бьёт b7. Белые осуществили свою мечту. Добрались до поля b7. Ферзь атакует коня на a6. И слон c3 остаётся под ударом. Конь c5. Ну, есть отход. Ферзь бьёт c6 шаг. И если сейчас то, что показывает нам компьютер, слон d7, то тогда следует ферзь бьёт на d6. И белые выигрывают. Атакован снова конь и слон. На этот вариант и шла Альмира Скрипченко. Чёрные ответили. Король e7. dc надо брать слона. Ладья c8. У ферзя только одно поле для отхода. Ферзь b5. Слон d7. И белые сдались. Они обнаружили, что после ферзь b4 следует a5. И ферзь ловится. Следующая партия была сыграна в 1994 году. Точнее, здесь я и покажу вам полторы партии. В 1994 году в Лондоне гроссмейстер Найджел Дэвис из Англии. ЛО 2510 играл белыми против Томаса Тиля из Германии. ЛО 2320. c4 e5. g3. Снова белые играют g3 вместо c3. Конь f6. Слон g2. d5. cd. Конь бьёт d5. Конь f3. Конь c6. Снова вариант дракона сицилианской защиты с переменной цвета фигур. Рокировка. Можно заметить, что белые упорно не хотят играть c3 до поры до времени. Слон e7. Здесь чёрным нужно было сыграть конь b6. Чтобы не дать белым возможность хода d2, d4. После слона e7 белые сыграли d4. У белых лучшая позиция. Так как в варианте дракона сицилианской защиты, белые, вернее чёрные, играющие в варианте дракона, ставят сначала пешку на d6. В данном случае d3. И при возможности позже проводят ход d6, d5 с переменной цвета фигур. Здесь белые сэкономили темп, сыграли сразу d4. Ну и к тому же они имеют лишний темп, как белые. Поэтому у них должна быть лучшая позиция. ed. Конь бьёт на d4. Конь бьёт на d4. Ферзь бьёт на d4. Конь b4. Чёрные прицелились к полю c2. Ферзь бьёт на g7. Слон f6. Чтобы гроссмейстер прозевал этот ход. Похоже на то. Ферзь h6. Конь c2. Конь идёт за ладьёй. Ну что, белые выводят конь c3. И в этой позиции неожиданно чёрные сдались. Но почему? В одной партии, которая была сыграна за два года до этой партии, в Бундеслиге, Белыми играл международный мастер Михаэль Шварц из Германии. ЛО 2380. Против Андреаса Стиклера, также из Германии. ЛО 2255. Возникла та же самая позиция. И также после тех же самых ходов. И в этой позиции чёрные сделали ещё несколько ходов. Слон бьёт на c3. БЦ. Конь бьёт на a1. У чёрных лишняя ладья. Ферзь h7. И в этой позиции чёрные также сдались. Ладья под боем. Ну, если рискнуть пойти король e7, чтобы защитить ладью, то следует слон g5. Шах выигрывает ферзя. И потом забирается конь. А если пойти ладья f8, то следует слон a3. Например, c5. Слон бьёт c5. Грозит мат. И ничего не остаётся другого, как пойти ферзь e7, отдать ферзя, теряется конь, или сразу сдаться. Что чёрные сделали? Ну, были и другие варианты после хода c3. Например, сразу пойти конь бьёт на a1. Тогда следует ладья d1, нападая на ферзя. И если теперь ферзь e7, то конь d5. В этом заключается основная идея белых после хода конь c3. Конь d5, вилка, и белые выигрывают. После конь c3 был у чёрных ещё, возможно, ход. Значит, после конь a1, ладья d1, может быть, ферзь бьёт на d1, шах. Конь бьёт на d1, слон e7. Ну, у чёрных, по крайней мере, две ладьи за ферзя с пешкой. Но после конь e3, в коню чёрных отрезается выход с поля a1. Ладья f8, например, b3. И конь на 1 погибает. Также после хода ладья d1, была ещё возможность у чёрных сыграть слон d4. Конь b5. Конь c2, выходя на свободу. Слон f4. Атакует пешку c7. Например, c6. И белые даже не играют конь c7 шах со взятием ладьи, а ходят конь d6 шах. Король e7. Слон g5 шах. f6. И теперь ладья бьёт на d4. Ферзь f8. Конь бьёт на c8 шах. Ладья бьёт на c8. Слон бьёт на f6 шах. Ферзь бьёт f6. Ладья d7 шах. Король бьёт на d7. Ферзь бьёт на f6. Хотя у чёрных сейчас 2 ладьи за ферзя и 2 пешки. Но после хода ферзь c3, конь на c2 будет потерян. Грозит, как показывается, здесь слон h3 шах. Белые выигрывают. Таким образом, позиции после конь c3 мистер Дэвис получил пользу от своих знаний теории. И знаний предыдущих партий. В этой позиции чёрные сдались. Следующая партия была сыграна в Памплоне, Испания, в 1996 году. Хуан Мелада Тревина ЛО 2470 Играл против мастера Фиде Кристиана Майера из Германии ЛО 2350 С4, e5, конь c3, слон b4. Чёрные сразу атакуют коня на c3 и угрожают, возможно, побить его, разменять и испортить белым пешечную структуру. Конь d5, слон c5, e3, c6, d4. Хороший ответ за белых. cd, dc. Белые забрали слона за коня. Имеют преимущество двух слонов. Чёрные играют ферзь, а5, шах. Сd2, ферзь бьёт на c5. Чёрные выиграли пешку. Ферзь g4. g6. c бьёт на d5. Грозит ладья c1. Ферзь бьёт на d5. С4. Белые, вероятно, знакомы с вариантом. Ферзь d6. Конь f3. У белых огромный перевес в развитии за пожертвованную пешку. У чёрных пока не выведена ни одна фигура, кроме ферзя. Грозит при случае ход конь g5, нападая на пешку f7. И чёрные сыграли f6, чтобы прикрыть поле g5. На это последовало. Слон бьёт на g8. И чёрные сдались из-за следующего варианта. Ладья бьёт на g8. Ферзь c4. Двойное нападение на ладью и на слона. Если ферзь e6, то ферзь бьёт c8. Король f7. Ферзь бьёт на b7. У белых лишний слон. Последняя на сегодня партия была сыграна в 2002 году в Австрии. Международный мастер Франц Хёцел из Австрии. ЛО 2349. Играл белыми против уже нам знакомого международного мастера Михаэля Шварца из Германии. ЛО 2410. Который играл чёрными. С4, e5, g3, g6, d4, ed, ферзь бьёт на d4, ферзь f6, ферзь d2, Kc6, Kc3, b4. Чёрные забыли, что они ходили g6, чтобы вывести слона на g7. Ферзь бьёт на d5, Kg на e7, Ккxg на e7, Затем на Ysg2, Ккxg на e7, Белые напали на ферзя. У чёрных была возможность ферзь g7. Но, конечно, им это показалось пассивно. После ферзи f4 белые стояли несколько лучше. И чёрные после конь e4 решили осуществить размен ферзей таким образом. Ферзь берёт на f3. Они ожидали... Слон берёт на f3. Слон бьёт на d2. Слон бьёт на d2. В этой позиции у белых преимущество двух слонов. И они стоят несколько лучше. Но к этой позиции не пришло. После хода ферзь бьёт f3. Белые пошли. Ферзь h6. Ферзь под боем. Надо уходить. Ферзь f5. Конь g5. Атакуя пешку h7 с угрозой мата. В этом заключалась идея белых. Ладья e8, чтобы освободить королю поля на f8. Ферзь бьёт на h7 мат. Король f8. И в этой позиции компьютер показывает нам, что белые могли пойти конь e6 шах. И после слон бьёт e6. Чёрные могли пожалеть о том, что они ходили в дебюте g6. И не вывели слона на g7, потому что слон h6 ставит мат. Но белые пошли немножко по-другому. Они сыграли слон h3. И после ферзь f6 они всё-таки пошли конь e6. С теми же вариантами. Ну что, на этом моё видео закончено. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, подписывайтесь на мой канал в YouTube. И комментируйте, пожалуйста, это видео на YouTube. До свидания! До следующих встреч!